Там в основном политический момент, скорее всего, присутствовал, так как заняли несколько позиций, которые действительно были в районе Донецка. От Красногоровки на Донецк в сторону Трудовских высот, шахты Трудовская, это Терекон, Крокодил, так называемый, в ту сторону, по крайней мере, заняли лучшие позиции, и они оказались за границей Минска 2-го, то есть до 24-го числа. Ту границу, которую удерживали, это давно эти позиции надо было занять, но вот как-то не сложилось, а в этот раз сложилось, так сказать, за эту неделю, потому что можно это констатировать. По Донбассу много положительных моментов сейчас по Донецкому фронту. Россияне начинают откатываться из-под Бахмута, начинают откатываться из-под севера Авдеевки. Понятно, под нашими ударами, но, тем не менее, они принимают, с одной стороны, правильные решения, то есть они отходят, так как не совсем удобные у них позиции для обороны. В районе Бахмута, если смотреть на Бахмутско-Солидарский выступ, то россияне не дошли до Славянска, и, исходя из военной науки, должны были выровнять фронт по линии Белогоровка-Константиновка, ну или Белогоровка-Горловка, даже так можно было сказать. Это практически от Лисичанска на Попасную и на Горловку, то есть уйти на эту высоту для удержания высоты. Но на данный момент они, в принципе, они туда идут, мы их туда и гоним. И само движение, которое сейчас проходит в районе Бахмута, оно направлено как раз на принятие правил, заставить россиян принять правильное решение, уйти с этого выступа. Вот так, кстати, выступ хорошо этот виден, как выступ временский. Вот так же само мы срезаем этот выступ солидарско-бахмутский направление на не сложившееся направление в сторону Славянска. И мы его срежем по уровню Белогоровка-Бахмут сначала, его срежем, ну а потом, в конце концов, вынудим россиян отойти на Попаснянские высоты. У них другого выхода будет просто не оставаться. Время, просто здесь дело времени, сил, средств, выделенных для этого. Но пока та скорость уничтожения россиян, которая сейчас есть, она нас устраивает. Дело в том, что полтора батальонов в сутки отминусовываются, а это только двухсотыми. Значит, трехсотыми, тяжелыми, еще столько же, то есть до полутора тысяч человек в сутки уходит с линии фронта. А полторы тысячи человек в сутки подготовить и поставить на восстановление довольно-таки сложно россиянам, тем более сейчас. Вот общая такая диспозиция по фронту, она дает нам такие положительные, по крайней мере, надежды, что где-то в ближайшее время, я думаю, пара недель, и уже будут готовы плацдармы для прорывов. Плацдармы для прорывов есть в районе Бахмута, вот мы сейчас это видим, там уже подготовлены плацдармы, уже можно, в принципе, начинать двигаться. Мы уже на высотах сейчас находимся, если будет принято решение двигаться только не туда, куда мы сейчас с вами говорили, а на Горловку. Движение от Бахмута, сейчас наши войска движутся вдоль водовода по высотам, опять же, по этой высоте, на Торецк, на Горловку. И сейчас уже в районе Курдюмовки, а дальше движение само на Горловку и заход в Горловку, как вот заход в Донецк. Так же само открывается направление захода в Горловку, потому вот два направления по Донецкому фронту, плюс открыто направление, до сих пор оно открыто с Белогоровки, это из-под Сиверска на Белогоровку, на Лисичанск, но движение на Лисичанск, оно, скорее всего, будет, да, севернее. Движение на Лисичанске из-под Сиверска, оно будет параллельно с движением на Кременную, потому пока у нас мы завязли в районе Кременной в боях с россиянами, этот вопрос еще, наверное, будет откладываться. Вот Донецкий фронт, в принципе, готов. Донецк сам по себе готов уже принимать украинские войска с трех направлений, со стороны Красногоровки, со стороны Авдеевки, со стороны Маринки. То есть само Донецкое направление, оно до сих пор, все 10 лет, оно, в принципе, Донецк давно ждет уже украинские войска, и до него рукой подать, а по некоторым позициям мы уже стоим, вот, допустим, в районе Красногоровки, там некоторые позиции уже за чертой города. То есть, опять, это все дело политической воли и целесообразности такого действия. Я говорю только о том, что это возможно сделать, но вот нужно или нет, это будет зависеть от замысла главкома и его видения развития событий, а он видит намного больше, почему? Потому что он знает точно, сколько сил и средств у него есть, и как он их может потратить. Потому что Донецкое направление такое самое перспективное, по крайней мере, сейчас. Их перекинуло на будь-який другой направл. То есть, если их сейчас витискать, это певное сбережение жизни этим войсковым злочинцам. Именно поэтому происходит этот процесс поступово. Как вы говорите, это у нас умовно добывая норма, сколько российских войсковых злочинцев знищают на разных направлениях. Чи справедливо уже сейчас настолько позитивно складывается ситуация вокруг Бахмута для нашего войска? Так и есть. Дело в том, что первая задача любой армии, мы с вами говорили миллион раз, это уничтожение армии противника. Если они все в Бахмут выстроятся и зайдут туда, и там умрут, увидеть Бахмут и умереть, выполнять задачу, то, в принципе, не надо будет бегать по всему фронту за ними, и, как следствие, это будет освобождение территории. Утрирую, но примерно так. Потому, если есть такая неплохая возможность в районе Бахмута их уничтожать, их надо уничтожать. И именно так это и делается. Сейчас мы идем по окраинам Бахмута, по высотам. Но задача и уничтожение. Чем дальше мы пройдем по высотам, тем большую площадь мы можем перекрыть ударами артиллерии, тем больше человеку, россиян, это не люди, уничтожить. И как раз с этой задачей там хорошо справляются. Но там есть замысел, то, что продвигаются сейчас наши войска, там есть интересный замысел. Давайте в эфир мы не будем его говорить. Он реальный есть. И после его исполнения одномоментно весь этот фронт рухнет. Весь фронт имеется в виду Бахмутска-Солидарти. Они будут обратно до Попасной бежать в тысячу раз быстрее, чем Вагнер шел в Бахмутск. Они 30 километров за год прошли, а в принципе обратно добегут за полчаса. До канадской границы за 15 минут, а обратно до Попасной за полчаса. То есть это надо выполнить. Сейчас я вижу, что это действие выполняется. Там есть такой ключик, и вот после выполнения и взятия этого ключика им придется отходить. У них других вариантов нет. А это как раз такое действие. Почему так делается? Сейчас сохраняется жизнь. Очень много жизней сохраняется у наших воинов. Не заходя в Бахмут, не заходя в этот разбитый город, ввязываясь в бои в городских условиях. Не надо этого делать. Зачем? Для этого же голова нужна. Умный гору в гору не пойдет. Умный гору обойдет. И в Бахмут тоже можно пойти и решить вопросы совсем все под рукой. На других участках фронта такие же самые положительные моменты, как и на Донецком. На остальных и на Запорожском фронте. Временский выступ мы довольно-таки неплохо уже сточили. И еще где-то столько же времени, я думаю, где-то паронедельно придется работать до выхода на основную линию обороны. Основную линию обороны в районе Староблыновки. Она и основная, и последняя. А вот пробой этой линии уже выход на... Пробой этой линии приведет к выходу на оперативный простор. А дальше уже в зависимости от замысла, опять же, командующего, в зависимости от сил, которые будут приданы для выполнения таких действий, уже будет принято решение либо на Бердянск дальше двигаться, либо на Мариуполь, либо на Новоазовск, либо на Волноваху. Ну, то есть там очень много направлений, которые, в принципе, могут сыграть такую положительную роль для выполнения задачи выхода на Азовское побережье. Но это зависит от силы средств. Это очень важно. Потому что для выполнения одной задачи надо такое количество сил, средств, для выполнения другой задачи другое. А наличие определенного того, что выделено, можно сделать только одну третью там задачу. Вот исходя из этого. То есть мы привязаны к тем, к той технике, тому личному составу, обученному, к его количеству, которое выделено для таких действий. На Запорожском направлении, ну, сейчас радует Орехов, то есть Ореховское направление. Там перестроились ряды, приняли другую тактику. Веграни даже так. Вернулись к нашей проверенной за 9 лет бою в тактике наступательных операций или каких-то зондирующих. Когда это делается на легкой броне, мото-пехота, мотострелки выполняют задачу захода за огненным валом. И дальше идут тяжелая техника, которая прикрывает сзади, прикрывает движущиеся части. Легкие, легкую броню с пехотой. Вот это самый оптимальный вариант без участия, без поддержки с воздуха. Нет самолетов, нечем поддерживать. Потому тот вариант железного кулака, который должен идти за уже с авиацией, от него отказались. Здесь показали, скорее всего, его неэффективность такого рода действий. Вернулись обратно к старому проверенному украинскому способу наступательных действий. Они сейчас дают хороший положительный эффект. Мы продвигаемся в сторону Васильевки, чуть северо-западнее Токмака. И напрямую на Токмак, но дальше, скорее всего, из-под Орехова в сторону Токмака. И, скорее всего, будет здесь два направления движения. Западнее и восточнее Токмака. То есть для того, чтобы его брать в полуокружение, оперативное окружение. Ну, это видно уже по формирующим операциям. Что значит формирующая операция? Вот формируется сейчас линия фронта для дальнейших действий на прорыве. В одну сторону, вот эти синенькие поля, это то, что мы заняли и для чего мы заняли. Что именно там, именно с этим направлением и будет дальнейшее продвижение. В одном месте и в другом чуть северо-западнее. Дальше движение может быть и на Васильевку, и на запад Токмака. Но это уже будет, когда пойдут в прорыв, вот тогда будет это движение, когда это будет в день километры. Не десятки метров, сотни метров, как сейчас, а в день будут проходить километры уже наши части. Ну и сейчас положительные моменты. Пока еще очень осторожно их комментируют наши говорящие головы от Генштаба. Я с уважением к ним отношусь. Это по Херсонскому направлению левый берег Днепра. Наша разведка выполняет задачи по созданию плацдармов. Пока еще нет форсирования. То есть до форсирования еще, наверное, пара недель не меньше, потому что левый берег так и не подсох. Там еще очень много озер. Верховодка стоит очень близко к поверхности. Формируется плацдармая и в районе Антоновского моста, и южнее, в районе Пристани, и на Кинбургской косе, и в севернее Херсона, то есть и до Новой Каховки. Там тоже есть несколько мест, где на левом берегу уже орудуют наши разведосы, наша военная разведка, которая с этими задачами подготовки к форсированию выполняет действия на левом берегу. Вот получается три фронта у нас в таком положительном моменте, в положительном тренде, я бы так сказал, пока. Но опять же, до сих пор проводятся формирующие операции, но уже где-то рядом с прорывами. Это с тем, о чем говорит министр обороны, постоянно намекают все наше военно-политическое руководство. Вот подождите, подождите, посидите, вот сейчас все будет. Вот где-то близко уже к тому, что сейчас все будет, мы уже где-то находимся. Луганское направление пока вызывает тревогу. Луганский фронт все-таки и Креминаек, и Купенск, и Сватово – это самое короткое плечо поставки техники. И так оно и есть. То есть с Валоек на этот Луганский фронт забрасывается большое количество техники, личного состава, боеприпасов. И здесь короткое плечо подхода авиации. И вертолеты, и самолеты, количество самолетов выбитого не уменьшается. Видно, как работали, так и работают. И кабами, планирующими бомбами. И вертушки подходят. Здесь они слишком себя вольготно чувствуют. Это самая дальняя точка, получается, нашего фронта, от центра, от наших систем дальних зенитно-ракетных комплексов. Потому что они здесь изгаляются. Но, я думаю, недолго. Как с увеличением количества ЗРК и сюда, я думаю, поставят более-менее толковый комплекс. И их уже обед, так сказать, закончится. Пане Романе, сделаем три кроки назад, когда Вы говорили про Запорізький напрямок и про Токмак. У нас якраз есть и глядачі из Токмаку, ну и взагалі, звісно, нас дивляться и на окупованих территориях Украины. Сьогодні стало відомо про то, что росіяни вистроили нову дамбу під Токмаком, через что речка Токмачка значно расширилась. И журналісти предупускают, что російськие оккупанти могут использовать эту дамбу для того, чтобы создать дополнительные трудности для стримования ЗСУ. Ну и, звісно, а потом мы понимаем, что когда они будут выходить, а они точно будут, что они будут втекать, то, наверное, они могут эту дамбу снищить. Это у нас история с Токмаком. Ну а другая, это то, что сегодня наши войскови проходили войсковое навчание, что делать в разе, если запорезья атомная электростанция будет сруйнована и отбудется теракт. Я памятаю, что для вас, для войскових, абсолютно нормально готуватися до всего, навіть до найстрашнейших сценарий. Там, где цивильное населено уже втрачает сведомость, вы скажете, нет, нет, сейчас мы по-войскому разберемся с этим. Чи можно припустить, что, враховывая динамику руху по запорезькому напрямку, как раз вот перед нами и будет вся эта палитра небезпек и пасток, которые лишают враги. Ну, по запорезьке атомной точно ничего не будет, она слишком далеко в стороне. Здесь проблема гражданского населения остается, но для движения войск украинских абсолютно никакой проблемы нет. Она в стороне и севернее Херсонского направления, и намного западнее Орехово, то есть десятки километров не достанет. Проблема у россиян будет, если они ее подорвут. Но если они будут уходить, то есть убегать оттуда, то, в принципе, если успеют убежать, то проблем у них сильно не будет. А вот для Энергодара, для прилегающих к запорезькой атомной станции и областей, там, конечно, будут проблемы. Но к этому уже готовится правительство, к этому готовится МЧС, быстро нейтрализовать угрозу, и если будет действительно подрыв. Единственное, что уже есть положительный момент в смысле того, что затушенные реакторы, то есть на холодном ходу, но на горячем они будут, потому что там сошла же вода с Каховки. Нечем, в принципе, их охлаждать, потому они так на холодном останутся. Подрыв холодного реактора не такой страшный, как подрыв горячего. То есть проблемы есть, но они решаемы, по крайней мере. Ну а по поводу того, что дамбы строят, ну, скорее всего, российские командиры, которые это приказывают, такие делать вещи, в прошлом жизни были бобрами. И вот у них осталась эта тяга, где-то что-то... Звычка. Да, привычка, этот инстинкт, я бы так сказал, это же инстинкт, в конце концов. Что-то где-то завалить, что-то где-то... Сначала все перекрыть, затопить, а потом все сбросить, подрывать и сбросить. Вот они от этого получают определенную долю экситоцина внутри. Ну, это проблема. Генетика у россиян генетикой вообще. Кто бобры, кто дебилы, кто уроды. Там вообще такая солянка, что не поймешь. Есть проблема, но это больше к генетикам. Они там разберутся, откуда там эти ветки. Гаплогруппы они там нахватались, с какой стороны. Но они думают, что они арийцы, потому я думаю, это скорее всего 1А4. Так вот, эти все действия, которые они сейчас проводят, они пока никак на наше движение войсковое никак не влияют. Ни дамба, ни подрыв, вернее, ни затопление, ни подрыв потом дамбы, или там сброс воды, или запрос к атомной, никак. Единственное, что может повлиять из всего того, той коллекции, которая у них есть, это подрыв крымского титана. Вот это повлияет на наши действия, вернее, на наше движение. Где-то на неделю задержится, придется преодолевать зараженную поверхность химическими реагентами. То есть, это да. Но для этого есть механизмы у военных, как преодолевать. Есть специальные противохимические защиты целые системы, потому тоже, и тоже не проблема, но задержат где-то на них. Но, опять же, эти бобры пойдут же на это, хотя, скорее всего, по этому, по подрыву уже крымского титана, скорее всего, командир, который будет давать приказ, будет в прошлой жизни был наркоман, химия, то есть, ему туда, по тяге, скорее всего, это. Вот. А так, движение, в принципе, ничего нас больше не остановит. Вот нет механизма для того, чтобы остановить наше движение. Все идет по плану, видно, вот, замысел виден, даже без инсайда, он не нужен, потому что видно наши действия. По действиям наших воинов виден замысел генерала Залужного, то есть, выход на Азовское побережье с двумя колоннами. Уже ж видно, как это все будет происходить. Вот из-под Орехова на Мелитополь двинуться на Николаев, и из-под Времевского выступа после прохождения Старомлыновки двинуться, скорее всего, между Мариуполем и Пердянском. То есть, то, что сейчас формируется, ну и Херсонское направление здесь без вариантов, выход в любую точку Левого берега, дальше движение на Армянск, на встречу с химической опасностью в районе Армянска. Павел Рубене, а если вы говорите, что все это видно и очевидно, так, как они двумя сторонами идут, вы хотите сказать, что российской армии ничего кинули на противодействие, они не могут это спинеть? Мы же с вами помнимо, что на фронтах украинских перебывается 400 тысяч российских військовых оккупантов. Шалена количество. Я понимаю, мы сейчас видим, что это все протяженность фронта, но тем не менее, если уже сейчас, ну там, плюс-минус очевидные какие-то рухи нашей армии, уже они не могут и им ничем этому противодействовать. Ну вот смотрите, сколько бы миллиардов бактерий не находилось в аппендиксе, то когда его отрезает хирург, они там могут петиции устраивать, топтать, кричать, что угодно, он ее все равно отрежет. Так вот, этот аппендикс, вот мы его видим. Это ж надо быть каким, ну, полным дебилом, чтобы в него залезть. Ну, то есть, те микробы в аппендиксе, если им сказали, что в конце концов их хирург отрежет и выбросит на помойку, они бы туда не полезли, правильно? А вот россияне полезли. То есть, говорю, что даже до микробов бы это дошло, если бы они знали. Россияне знали, куда они залазят. Вот вы даже посмотрите на кишку фронта. Вот это аппендикс. И вот хирург, генерал Залужный, он его все равно отрежет. И вопрос, где, в каком месте, ну, это вот интрига называется. Вот и все. Но то, что он его отрежет, это уже на 100% понятно. Было всем, даже тем, кто не сильно, вернее, сильно далек от военных действий. Это расположение, просто расположение фронта. Толщина фронта в 100 километров, шириной в 700, прижатая к морю. Но что еще можно найти еще худшего? Ну, это может только вулкан в центре этого. Или два вулкана, допустим, работающих в центре этого фронта. Вот еще бы, если бы они еще на вулканы залезли, там яйца пожарить. То есть, вот все. Вот это худшего не придумаешь. Поэтому однозначно он будет отрезан. Вопрос постовремени, направления и, так сказать, острие самого скальпеля. Как будет работать. Россияне это знают прекрасно. Сейчас они это уже знают. То есть, когда они залезли, вся, как россияне, там проблема с головой. То есть, они для того, чтобы понять, иногда же не надо пробовать не совсем вкусную пищу. Не хочу просто в эфир плохие слова говорить. Но не надо пробовать кое-что, если ты знаешь, это то, что это плохое и есть. Зачем его пробовать? Так вот, россияне пробуют. Им для того, чтобы определиться, что дерьмо это дерьмо, надо обязательно попробовать. Вот они залазят сначала, а потом определяют. Да, точно, елки-палки, так оно и есть. Вот это та же самая картина. Залезли в кишку фронта. Вернее, вот в такую узкую кишку. Залезли в нее и сидят, и думают, что что-то произойдет. Не, ну они уже знают, что им бежать. Они уже и отстраиваются так, чтобы бежать с Херсонского и Запорожского направлений. Уже видно построение обороны на севере Крыма. Уже видно построение обороны вдоль трассы Волноваха-Донецк. Донецк-Волноваха-Мариуполь. То есть, разворот фронта. Но бежать они, понятно, отсюда будут. Вопрос времени и скорости. Вот и все. Но у них, скорее всего, задача стоит задержать нас вот этим бегом. Они знают, что они потеряют шахопутные коридоры. Они знают, что они уйдут за второстной атомной. С левого берега Днепра. Им важно оставить Донбасс и Крым. Будем удержаться на Донбассе и Крыме до осенних ливней. Ну, пока не пойдет хорошая вода. И дальше уже двигаться никто не сможет. То есть, у них стратегическая задача. Удержаться еще три месяца. И вот они эти три месяца будут жечь силы, средства. Будут останавливать нас, чтобы мы не успели зайти до осенних ливней на Донбасс и в Крым. Ну, а здесь уже будет зависеть от наших вооруженных сил, которые будут как раз эту задачу выполнять.